Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Ольги Муравьёва. Смотрите сегодня в эфире. Голубое топливо в каждый дом. В Уссурийске пройдёт догазификация. Новые канализационные сети. В городке Воздвиженском планируют строительство. Не убраны мусор и запустение улиц. Итоги проезда главы округа по сахпосёлку. Пейзажи Уссурийска и Приморского края. Картины на Липе режет наш земляк. Кинопоказ на свежем воздухе. Ленты современных авторов показали в городском парке. День физкультурника. Спортсмены и активисты готовятся к празднику. Да будет газ! Отличная новость для жителей нашего округа и прежде всего тех, кто предпочитает частный сектор. На нашей территории намечена догазификация. Голубое топливо смогут получить все желающие. Сейчас идёт формирование списков. В перспективе станет понятно число участников программы и меры поддержки, на которые они могут рассчитывать. Голубому топливу быть, в том числе и в частном секторе. Газпром выполняет распоряжение президента страны. А специалисты администрации нашего округа формируют список желающих. Открыто шесть пунктов приёма заявок. В Дворце культуры «Дружба» на Раковской 65, Топорково-24, Новонекольске, Воздвиженке и Дубовом ключе. В первой неделе было, конечно, мало людей, потому что они не все знали. Потом начали люди приходить брать и давать своим соседям, друзьям. Они тоже приходили. Очень много звонков поступает к нам. Делится впечатлениями волонтёр одного из пунктов. В Дружбе принимают заявки со всей слободы. И сейчас, несмотря на сезон отпусков, желающих попасть в заветный список хватает. За неделю более ста анкет. Ведь давно известно, газом топиться не только выгодно, но и экологично. Отопление печное. Топим дровами. Очень это тяжело. И пофинансово, и так тяжело. Если будет газификация, очень будет замечательно. По слухам, вот посёлок Радужный подключили, вроде бы как. Я слышала, что им там удобно, и всё их устраивает. Микрорайон Радужный стал первым в нашем округе, где ощутили прелести газового отопления. Ранее велась речь, что городские жители частного сектора не получат такой возможности. Но в одном из посланий президент страны поручил увеличить количество абонентов. Сейчас идёт формирование списков для понимания расположения газовых сетей. Нужно, чтобы домовладение было уже оборудовано газовым оборудованием и соответствующими внутридомовыми магистралями. И после этого компания «Газпром» проводит догазификацию и подключает дом газоснабжением. Пока не определены сроки и этапы программы, ведь нет точного числа желающих. Уже сейчас заявки на участие подали более 1300 человек. Около 800 поступило из сёл округа. Остальные – с городских адресов. После формирования списков станут понятны дальнейшие шаги. Параллельно ведётся работа с банками, чтобы жители в перспективе могли получить специальные кредиты для подготовки домов к приёму голубого топлива. Ольга Муравьёва, Игорь Антонов, Телемикс. Новые канализационные сети возведут в городке Воздвиженском. Строительство намечено на следующий год. Сейчас объявлен конкурс на подготовку проектно-сметной документации. Приём заявок продлится до 18 августа. Напомним, длительное время городок относился к Министерству обороны. И только в этом году имущество передали округу. Сейчас строение сети и дороги в городке находятся в запущенном состоянии. Канализация – первая проблема, которую намечено решать. В городке установят насосную станцию, чтобы перекачивать стоки на очистные сооружения соседнего населённого пункта. Но для этого нужно проложить 7 километров сетей и ещё 10 километров в самом городке. Сейчас идёт приём заявок от желающих поучаствовать в конкурсе на выполнение работ. Цена контракта – 281 миллион рублей. Деньги выделят из местного бюджета. Готовность объекта стоит в планах на декабрь 2022 года. Мусор, ветки и неухоженные улицы. Таким и видел район Сахпосёлка, глава округа. Евгений Корж остался недоволен работой своих подопечных и подрядчиков, которые должны наводить и поддерживать порядок в городе. Подробнее о результатах выездного совещания администрации Уссуриска смотрите далее. Начало улицы Хениной и сразу первая остановка. Глава округа указал на контейнеры, которые доверху наполнены отходами. И рядом беспорядок. Так быть не должно. Содержать площадку в чистоте – обязанность регионального оператора и управляющей компании. Смотри, на повороте ветки лежат. Вот ветки лежат. И так по всему частному сектору. Не добавляет красоты и высокая трава, которая встречается даже на основных улицах района. Вот, например, участок на Владивостокском шоссе. Территория большая, но запущенная. Глава округа распорядился благоустроить это место. А вот уборка всего сахпоселка стартует на днях. Прошлый подрядчик свои обязанности не выполнил. С ним контракт уже расторгли. Выходит завтра, после завтра, в новый подрядчик и будем убирать. Потому что люди не справились со своим объемом работы. И также мы пригласили их на федеральную дорогу, которую они должны содержать, убирать. Тоже плохо убирает. Мы сделали замечание. Я думаю, что завтра все будет наладиться. Такие выездные совещания глава округа проводит регулярно. В следующий раз специалисты посетят какой-то из районов города уже в этот четверг. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Выпуск новостей продолжит рубрика «Коммунальный ликбез». Сегодня узнаем тонкости о платежах товарищества собственников жилья. А именно, должен ли избранный председатель производить отчисления в налоговую службу, как трудоустроенный специалист. При создании товарищества собственников жилья на председателя возлагаются обязательства по уплате взносов в пенсионный фонд и налоговую службу. Должен ли сам председатель производить отчисления за себя, как трудоустроенное на должность лицо? Платежщикам страховых взносов признаются лица, являющимися страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в частности, организации. Объектом налогообложения страховыми взносами для организации признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральным законом. По нашему мнению, несмотря на то, что с председателем ТСЖ отсутствует какой-либо договор, он осуществляет деятельности в рамках трудовых отношений. Учитывая изложенное, вознаграждения выплачиваемым председателем управления ТСЖ подлежат включению в базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенным сострахователем. Поскольку с председателем ТСЖ по факту трудовой договор не заключен, его вознаграждение не подлежит обложению страховыми взносами на травматизм. Однако данная позиция может вызвать претензии со стороны контролирующих органов, поскольку вознаграждение фактически выплачивается на основании трудовых отношений. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Сразу после смотрите в эфире. Пейзажи Уссурийска и Приморского края. Картины на липе режет наш земляк. Кинопоказ на свежем воздухе. Ленты современных авторов показали в городском парке. День физкультурника. Спортсмены и активисты готовятся к празднику. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Кино под открытым небом в городском парке Дара показали короткометражки современных российских авторов. Девять работ, каждая со своей историей и моралью. Фестиваль уличного кино добрался до Уссурийска. Работы современных молодых режиссеров со всей России показали гостям городского парка. Одна из зрителей – София Мартышева, которая узнала о показе из интернета. Пришла сама и позвала знакомых. Я сюда привела друзей в первый раз, чтобы получить положительные эмоции все-таки от фильма. Что-то интересного я им сказала, что будет интересно, что-то новое в нашем городе. Сегодня будет кинопоказ в фестивале уличного кино. Будут показаны конкурсные картины, короткометражки, которые были отсняты нашими российскими режиссерами, молодыми режиссерами за последний год. В программе девять короткометражек, и каждая со своей внутренней проблемой. Открыла показ картина «Играй для каждого» про небольшой музыкальный коллектив и поездку за легкими деньгами. Следующий фильм «Чернильное море». Рассказ о юном матросе и его отношениях с отцом, о котором главный герой почти ничего не знает, кроме имени и старого адреса. Парень с надеждой отправляет письма. Конверты доходят, но получает почту новый хозяин квартиры. Писатель, который решается создать роман про жизнь юноши. Произведение получилось трогательным и с неожиданным концом. Это Саша. Пишу тебе из Владивостока. Пишу коротко, потому что не уверен, что ты живешь по этому адресу. Может быть, и не живешь вовсе. Все работы затронули острые темы современной России. Отношения родителей и детей, буллинг в интернете и коррупция во всех ее проявлениях и многое другое. По итогам зрительского голосования определится лучшая работа, автор которой получит полтора миллиона рублей на съемки своего полнометражного фильма. Следующий кинопоказ пройдет в городском музее в пятницу 20 августа. Владислав Нам, Алексей Шаповалов, Телемикс. Уссурийские пейзажи 19 века. Виды Владивостока и приморской природы. С точностью до мелочей переданы на полотнах. Только не краской и кистью, а резцами по дереву. Мастер из уссурийска Виктор Саганчи пишет картины на липе. В Центре народного творчества специально для нас организовали мини-выставку работ автора. А сам творец показал мастер-класс. Подробности у Марины Роман. Вместо кистей, стамески, полотном служит щит из липы. После соприкосновения рук Виктора Саганчи с деревом рождаются картины. Каждое творение начинается с эскиза. Сам мастер не художник и не рисует. В основном находит уже готовую репродукцию. Но чтобы воспроизвести рельефное изображение на древесной основе, Виктор Олегович следует определенным правилам. Прорисовываю еще на самом рисунке тоже, вот уже на щите. Опять прорабатываю детали, что-то для себя. Ну еще, как говорится, день-два даю ему отстояться, чтобы глаз привык посмотреть на него. И потом уже начинается. Сначала контур прорезаю. Прорезается контур, убирается задний фон, глубина все. Выделяется, более-менее объем делается. После того, как станет готов объем, Виктор Саганчи приступает к самой кропотливой и трудоемкой работе – резьбе деталей. На всех картинах достаточно точно переданы оттенки, а на некоторых присутствуют нехарактерные дереву цвета, например, голубой. Так вот, для придания такого эффекта у мастера есть свой способ. Делается первичная тонировка водными морилками, а потом уже восковой мастикой. Есть и сам делаю восковую мастику, и часто пользуюсь покупная масло и воски. Оно используется там экологически чистое все. Можно и для детских игрушек спокойно использовать его. К созданию картин на дереве мастер из Уссуриска пришел постепенно. Первыми изделиями были разделочные доски с обычной геометрической резьбой. Потом полочки под цветы, небольшие подставки. В 2001 году появились первые шкатулки в технике «Татьянка». В основном это воспроизведение растительного орнамента. Потом были подносы, блюда, подсвечники. Но Виктору Саганчи становилось тесно в таком творчестве. Жажда делать что-то большее победила. В интернете случайно увидел, в Брянске был такой резчик, дубовик. И вот увидел его картины. Я когда первую картину увидел, я, наверное, минут сорок сидел и просто смотрел в экран компьютера, в монитор. До того вот она поразила. Думаю, надо пробовать. Познакомился с ним, через интернет общались с ним. Все, он тоже где-то давал советы. Первой работой стала картина с пейзажем старого центра Никольску-Сурийского с видом на храм, который в эпоху извозчиков на каретах стоял на месте нынешнего штаба армии. О ней Виктор Олегович говорит с неохотой. Смеется, что много недоделок. Тем не менее, именно с этого произведения все и началось. Больше всего мастеру по душе передавать панорамы городов и деревень. Кстати, одно из откровений к Виктору Саганчи пришло во время резьбы старой лачуги. Я ее называю избушка. Вот почему-то не знаю там. Она вот такая маленькая всего. Но вот она вот, на ней я впервые почувствовал, как сделать объем. На плоск, вроде вот, ну вот все, глубина резьбы там, ну сантиметр от силы. Но вот тогда вот первый раз я почувствовал, как сделать объем, еще что-то. И вот от нее вот уже пошло. Чаще всего Виктор Саганчи работает с липой. Но есть картины из кедра, изделия из тополя, березы, ясеня и окатника. Инструментов у резчика не меньше полутора сотен, которые тоже, к слову, делает своими руками. Летом мастерской становится гараж, зимой – дом. Деревянное полотно пишет уже больше десяти лет. Раньше удавалось создавать по десять холстов в год, сейчас в два раза меньше. Но планы менее грандиозными не становятся. Своего часа ждут репродукция Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» и воссоздание географической карты России со всеми ее могучими Уральскими горами, Сихоте-Алинским хребтом и вулканами Камчатки. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Мировой бренд «Макдоналдс» расширяет свои границы. Новое предприятие открылось и у нас в городе. Это кафе стало седьмым для сети по Дальнему Востоку. На открытие ресторана побывала и наша съемочная группа. Уссуриск пополнился еще одним рестораном. Компания с мировым именем «Макдоналдс» теперь будет радовать жителей нашего города своей едой. Попробовать бургеры, картошку фри, чизбургеры можно как внутри заведения, так и с доставкой сразу в автомобиль. Приятная музыка и зажигательные танцы развлекали гостей в день открытия. Это первое предприятие в городе Уссуриске, именно с концепцией «Махавто». То есть оно будет очень удобно для того, чтобы обслуживать гостей на автомобилях. Также у нас большой просторный зал. При этом при всем мы открываем уже седьмое предприятие на Дальнем Востоке. С этим открытием мы создаем более 70 рабочих мест в городе Уссуриске. 184 гостя именно столько одновременно смогут принять и обслужить сотрудники кафе. 108 мест во внутреннем зале, плюс еще 76 человек смогут расположиться на летней веранде под зонтиками. Изначально моя подруга Маша пригласила нас сюда. Ну и я согласилась, почему бы и нет, потому что «Макдональдс» в принципе не было у нас в городе. И я знала, мне хотелось бы пойти, построили, но почему бы и нет. Хотелось, мы пошли. Гарантия качества продукции, чистота и быстрый сервис – главные отличительные особенности любого предприятия компании. Также здесь действует концепция обслуживания за столами. Посетитель может сделать заказ как за прилавком, так и через киоск самообслуживания и получить его за столиком. Расположился уссурийский «Макдональдс» по адресу улица Ленинградская, 78. Часы работы с 7 утра до 12 ночи. Для посетителей на автомобилях сервис «МакАвто» работает круглосуточно с перерывом с 4 до 5 утра. К этому часу у меня все. Впереди блок новостей о спорте уссурийска. Напоминаю, следите за событиями в социальных сетях телемикса. В студии сегодня работала Ольга Муравьева. А в 21.00 на нашем канале смотрите художественный фильм «Продлись, продлись, очарование». Ваш отец трудно переносит перепады атмосферного давления. Пап, ну почему ты молчишь? Тебе что, плохо с нами? Я всю жизнь строил заводы. И писать мне приходилось только деловые бумаги или научные статьи. Воспоминания написаны отвратительно. «Продлись, продлись, очарование» – фильм, который не оставит равнодушным. Смотрите 11 августа в 21.00 на канале Телемикс. Группа «Коуч-йоги» ранним утром уже на стадионе. Регулярные тренировки в рамках программы «Активное долголетие» здесь не пропускают. Нина Прихудько занимается с момента открытия бесплатных занятий для уссурийцев. За год удалось не только поправить здоровье с помощью асан, но и найти друзей. Мне уже далеко за 15. Но, честно говоря, йога мне дает… Много-много проблем их порешалось. А главное – коллектив. Знаете, мы всегда бежим, просто бежим. Программа «Активное долголетие» для людей старшего возраста – это бесплатные занятия плаванием, скандинавской ходьбой и коуч-йогой, которые получили отклик у населения. Только сюда записалось около 100 человек, и группу пришлось разделить. Одновременно всех желающих не вместить. Мы их разбили на несколько групп. В летнее время, конечно же, это улица, условия у нас замечательные, дышим свежим воздухом, наслаждаемся, а уже в зимний период времени мы уходим вовнутрь. Сейчас коллектив готовится к Дню физкультурника. Своим примером группа хочет показать, что в здоровом теле – здоровый дух. Это главный лозунг предстоящего праздника, который стали отмечать в нашей стране 82 года назад. В субботу в Уссурийске будут заняты все городские стадионы и ледовая арена «Олимп». С минимальным количеством участников мы все-таки проведем День физкультурника по различным видам спорта – пляжный волейбол, стритбол, мини-футбол, футбол. И, конечно же, в субботу будет забег в 9 часов в парке «Зеленый остров», посвященный Дню физкультурника. Старт в 9 утра, а завершит праздничный день – матч в рамках юношеской футбольной лиги. В 17 часов игроки «Локомотива» примут на своем поле гостей из Владивостока. Игра пройдет на одноименном стадионе команды.